здравствуйте друзья вот вопрос меня зовут елена живу в москве с мужем уже шестой год сами из украины вот все слушаю вопросы и крики души действительно страшно зашла на днях в московский дом книги на арбате помню хорошо господи а там проводят встречи с авторами и вот был стариков историк тема у него такая еще фамилия историческая такая был помню ладно значит тема такая о величии россии это востребовано смотрю людей много контингент приличный дай думаю послушаю что скажут и тут понеслось действительно послушать то да оказалось он уже депутат партия есть и теперь тема его выступлений крайне патриотично ну хорошо меня заинтересовала одна тема говорили о том что в сша и европе вводится вводится 0 0 процент и даже минусовой на кредитование а еще есть инициатива на введение платежей от государства для граждан в размере 2500 долларов на взрослого человека это на развитие человека его качеств повышение образованности тогда по этому вопросу высказались категорично сказали что это зло и это приведет экономику сша европы к очередному краху которые все никак не дождутся на вопросы зала о том а что лучше когда кредит потребительский 20 процентов а ипотека 17 сказали что лучше это делает нас независимыми я этим вопросом заинтересовалась нашла статейки но их мало оказывается об этом думают эксперименты проводят есть результат положительные но данных на эту тему мало в русском интернете может вы и михаил что-то слышали об этом 0 процентов по кредитам выплаты гражданам как относитесь мне даже страшно представить куда это может отбросить страны снг если такие инициативы будут введены вообще дизельно дороговизна денег минимальная покупательная способность сделают свое печальное но логичное дело такое можно сказать научный вопрос то у нас а мы мы пожалуйста мы не робеем еще ответим ну я правда и не историк с меня спрос такой давайте сначала про нулевой процент финансировать дело в том что сейчас как бы западная экономика уперлась вот в этот вот процент то есть он фактически так нулевой но речь идет о том чтобы вообще уйти как бы в отрицательную сторону то есть никогда с тебя интересы не взяли никакого вот дали денег и беспроцентно дали а когда тебе еще приплатили за то что ты взял понимаете дел то что когда человек на себя что-то берет он ведь ответственность берет вот вы живете в съемном жилье да значит вы должны сколько-то заплатить каждый месяц но хорошо если что значит вы снялись куда-то еще переехали а если у вас дом и вы взяли там моргить какой-то ну я не знаю но где подороже там жилье где поменьше но вот у нас тут например полно народу которых там по полмиллиона по миллиону моргить ипотека грубо говоря это же и ермо который на себе тащить надо это же ты берешь его на 30 лет и это там может упасть а может подняться может туда может сюда можете уехать надо ночью и пошло и поехало это на самом деле некоторая головная боль то есть речь идет о том чтобы стимулировать людей бизнес-экономику стимулировать ее чтобы она развивалась поэтому есть есть такой разговор да и я могу сказать что как как человек который ежедневно значит там утро начинает свое чтение bloomberg.com эта тема которую часто поднимают очень часто ее обсуждают сегодня вот например судоречка там был такой материал что это вообще совершенно революционизирующая идея и она вообще может весь мир изменить речь идет об изменении в хорошую сторону то есть речь идет о подъеме как стимулировать как стимулировать людей предпринимателей ну и граждан тоже вот представьте что вы покупаете дом а вам еще там берете деньги в кредит вам еще что-то накидывают какую-то копеечку дают там знаете как интересно работ поэтому речь идет о поиске методов мотивации до людей и предпринимателей оживление экономики вот вот так что касается двух с половиной тысяч на развитие но есть такая идея но понимаете сейчас идей таких много знаете есть такой вы меня напомнили был такой анекдот как в колхозе премию там получили ну колхоз получил премию собрали собрание колхозникам и значит обсуждают как эту премию потратить и один говорит а давайте вот засеем там еще там 50 гектар пашеницей значит там дополнительную прибыль получим государству сдадим сами значит там попользуемся и председатель говорит ну ты сидоров вообще чокнулся ты подумай это же что значит засеем это же бензин это трактора это удобрение а не дай бог там погодные условия неблагоприятные все и грохнули премию вообще ничего не останется ты сидела лучше помалкивать но другую руку тянет говорит а ягод предлагаю на эти деньги это коровники построить сайте гор коровники и мясо будет и молоко будем государству сдадим себе там останется ну и тоже говорят но то же самое да начинается корма строй материалы значит погодные условия там видишь какая там чумка и вообще все передохнет и ничего нас не остается премию профукаем и сидел один дед и что там там бормотал а народ в целом так-то подавлено себя почувствовал и молчит и сидит дед что-то бормочет его дед ты давай ты всем скажи и дед значит говорит фанюру бы купить чего купить могут фанюры сделать с ее яроплан и улететь отсюда к ядрене фене вот поэтому значит но это так косвенно я я не побуждаю вас к эмиграции методом фанюрного яроплана вовсе но давайте значит сидят люди и обсуждают как потратить бабки западной экономики в общем то при всех минусах там слабых местах там и так далее так далее западный мир в целом такой как бы золотой миллиард сегодня подошел вплотную к обсуждению проблемы как вот людей ну как сказать чтоб еще такого людям дать потому что в принципе есть много и вот то развитие которое последние там ну я не знаю много много веков вот это развитие которое шло оно шло к тому чтобы больше и больше потребить в виде такого простого прямого физического продукта но сто лет назад например вот шла борьба там больше там 100 и больше шла борьба там заведение восьмичасового рабочего дня например вот добились мы с тех пор у нас восьмичасовой рабочий день я кстати помню когда и работали и учились по субботам тоже вот я помню шестидневную рабочую неделю в ссср потом уже работать стали пять дней а в школу мы все равно по субботам еще ходили и так далее шла борьба чтобы значит школьники по субботам не учились и тогда но не тоже борьба шел процесс какой-то я прочему расскажу что это давно идет это давно происходит но но вопрос чем чем рассчитаться с человеком за его работу в условиях когда производительность труда все время растет и но можно деньгами вот можно прямым таким традиционным классическим способом вот можно другим способом можно например выделить там ему я не знаю 200 тысяч евро или там доллара в месяц на аляске например там ну там мало народу сколько там их есть я не помню 1250 там может полмиллиона я я не скажу точно но небольшое население им там доплачивали там что-то 900 долларов в месяц чтобы он жил просто аляске были деньги вот нефтяных доходов вот сейчас пишут что проблему у них с этим делом с бюджетом его с этими девятьюстами долларами но ты водил что на аляске на 900 долларов там много не наживешь там все-таки холодные но не суть есть деньги понимаете есть деньги поэтому хорошо это или плохо но я считаю что может быть правильнее было бы двигаться в сторону 6 часового рабочего дня потому что если у нас 6 часовой рабочий день у тебя каждый день там есть лишние два два часа ну или скажем не 6 часовой рабочий день а 30 часовая рабочая неделя до соответственно уже неважно как она по дням там распределиться у тебя будет больше времени для для развития если ты хочешь развиваться для отдыха если хочешь отдохнуть или для заработка потому что ты свободное время можешь продолжать зарабатывать эти это как бы я считаю что очень хорошая такая правильно правильная форма что касается вот этого две с половиной тысячи на взрослого человека тут есть опасность одна значит опасность это состоит в том что создается как бы такой паразитирующий слой паразитирующий слой людей которые могут себе позволить не работать до их содержит вот им дали какой-то вот минимум это такая очень социалистическая такая сильно социалистическая идея смысл который по большому счету это как в элфер то же самое создается большая большая такая масса народу которые голосуют а у них право голоса у всех которые голосуют за тех кто обещает больше дело в том что если вы дадите например на каждого взрослого человека дополнительно там 500 долларов например неважно там богатого бедного какого-то вот 500 долларов следующее что произойдет начнется вопль дикий что 500 долларов мало что не додали вы скажете ну хорошо пусть будет тысяча после это начнется еще более страшный вопль еще более страшный как могли унизить человека тысячи долларов в то время как у него такие потребности вы скажете пусть будет две тысячи и скажут хотели двумя тысячами отделаться от живого человека понимаете который подобен богу у которого опять такие потребности и так далее значит я помню знаете что много лет назад пришли какие-то люди пожилые ко мне и говорят мы тут ветераны у нас ветеранская организация надо бы ветеранов там поздравить и какой-то бюджет там принесли не помню ну и я им выписал чек на две тысячи долларов ну как же ветераны мы все уважаем не лично кому-то выписал на организацию они то ли они не ожидали то ли чего я даже не знаю но во первых эти деньги не были потрачены в соответствии с бюджетом и когда они в следующий раз пришли я просто их вежливо отправил они их по-своему как-то потратили то есть но что произошло когда они следующий раз пришли и я им говорю а почему же вы не потратили эти деньги вот так как вы сказали что вы потратите и они так на меня знаете ну что я дурак какой-то но они говорят так и что там у них у них какие-то мысли были по эти творческие и я тут со своими говоря как же вот вроде договаривались эти они даже не понимают о чем речь вот и дальше значит мне ребята принесли газету какая-то была там газета и там вот о нуждах ветеранов и вот пишут что мало мы еще работаем значит с детьми там ветеранов вот и тогда да у меня папа был член значит этой ассоциации когда был жив и игорь мало там работаем с детьми вот надо надо значит налаживать поездки совместные поездки ветеранов в мексику надо проводить значит слеты ветеранов национальные так чтобы люди из нью-йорк там из чикаго из лос-анджелеса-сан-франциско могли встретиться обсудить нужды ветеранов понимаете то есть я я так к этому я с юмором отношусь но я просто что рассказываю значит халява портит человека мало того что она как сказать мало того что этого недостаточно он почувствует себя что ему не додали вот когда у него ничего нет так у него ничего нет но у него есть другое там ради бога не то что он голодает но когда вы ему что-то дали первая мысль возникает что ему дали мало вторая мысль что где-то у него может быть даже и украли и на эту тему есть масса анекдотов там шуток там веселых и так далее но и я считаю что плохость она будет в этом значит почему это плохо с точки зрения людей которые там по патриотической линии выступают я тут помню вот я рассказывал значит читатель и зритель наш пишет что вот мама его говорит что пусть я буду там на хлебе и воде но чтоб войска на то не стояли на нашей границе эти мама правильная потому что маме можно оставить только хлеб и воду это потрясающая идея если все население перевести на хлеб и воду то появится еще много денег которые до сих пор у населения не отняли и не вывезли в зарубежные банки ну вот те несколько там может быть тысяч человек которые в руках которых оседает то что они разница между тем что они потребляют сегодня и тем что они будут потреблять если их перевести на хлеб и воду это правильная идея она проповедуется с экранов там и так далее идея о том что государство человеку чего-то должно или скажем могло бы дать и так далее эта идея безусловно не патриотичная потому что патриотизм сегодня никакого отношения не имеет к стране ее народу и так далее сегодня патриотизм это по отношению вот знаете как этот я вам рассказывал вам не дотик как пичок часа съезда кпсс возвращается ему говорят как там москве-то он говорит вот люди выступали умные речи говорили говорят все во имя человека все для блага человека и и человека этого однако я тоже видел понимаете и и вот вот это сегодня родина и это сегодня патриотизм поэтому ну конечно тем более ты при же партию хочешь ты же хочешь в депутатах быть ты должен как бы переопределить что для тебя родина и и патриотом чего ты являешься иначе тебя это самое вдоль не возьмут поэтому так что вот такая история отрабатывать надо это то что касается вот нулевого интереса если мы говорим об условиях скажем российской федерации мое понимание такое что нулевой интерес там не не нужен сейчас потому что для того чтобы экономику развивать для того чтобы ее ускорять вот значит это совершенно нет никакой проблемы с десятью процентами кредита или там одним процентом кредита понимать это абсолютно не то из-за чего в экономике проблемы то есть там есть колоссальный не востребованы не востребованный ресурс неиспользуемый ресурс который мог бы оживить экономику сказочно но но она же не живет по законам экономики это это же экономика тоталитарного общества не является рыночной понимаете там где за взятки за откаты за приближенность к власти и так далее эту экономику нельзя оживить она мертва она уже мертва значит если вы уберете паразитирование на скажем на национальном богатстве вот на ресурсах если вы эту часть оттуда уберете хочу останется поэтому вот ту часть которая значит не связана с ресурсами вот ее надо было бы оживлять вот было бы дать людям возможность быть людьми быть предприимчивыми быть честными одновременно с этим и так далее вот этот вот это ресурс который бы рванул экономику а нулевые эти интересы и так далее вот как раз сегодня вроде там дали там вчера опустили интересным с 11 процентов до 10 ну и чего это это другой мир это это другая цивилизация то есть он там рассуждает про европу он рассуждает про америку но но это другая цивилизация поэтому понять о чем вообще идет речь без того чтобы вот вот в том мире жить и и там вот как-то крутится практически невозможно я я уже 25 лет находясь в эмиграции сталкиваюсь с тем что люди пытаются обсуждать рассуждать какие-то мнения у них и так далее я уже не говорю про мнение сформированные просто заказным таким зомбированием но но это сложно то что то вы можете понять безусловно но вот так на себя примерить это надо пожить в этом вот поэтому возвращаясь к вопросу насколько плохо да насколько плохо нулевые рейты нулевой интерес вот у меня вопрос делся ага значит как относитесь значит ну я рассказал почитать если вы хотите почитать ну правда воспользуйтесь каким-нибудь там google translate там или что-нибудь такое есть же переводчики значит отправляйтесь на bloomberg.com например вот я я там читаю и там там очень много и очень хорошо об этом пишут это все очень интересно ну переведите там если так не можете значит возьмите какой-нибудь инструмент наверняка что-то можно счастливо